Касается ETA. Значит, на самом деле, меня спросили это уже два раза, и я думаю, что вопросов будет еще поступать много. Многим не совсем понятно, многие об этом слышат, но никто не до конца, до конца люди не понимают, что это, и как это работает, и вообще. На самом деле, все очень просто. ETA расшифровывается как Electronic Travel Authorization. То есть, что это значит? Каждый человек, который путешествует в Канаду воздухом, то есть на самолете, да, ну, в принципе, на корабле мало, кто сюда плывет, и на поезде тем более, да. Вот. То есть для тех, кто путешествует воздухом, обязательно нужно будет делать вот этот вот Electronic Authorization. Что вам нужно, вам вот этот вот Authorization нужно будет делать еще до того, как вы покупаете билет. Например, вы решили, вы знаете, что вы летите в Канаду, значит, перед тем, как вы покупаете билет, вам нужно иметь Authorization, потому что иначе билет вы не сможете купить. И проблемы у вас могут возникнуть на границе, даже если вы купите. На самом деле страшного ничего нету. Просто это дополнительный фит такой, да, который вам нужно платить канадскому гражданству за то, чтобы посетить Канаду. Значит, в чем это все заключается? Кстати, исключение для граждан Америки и для тех, у кого стоит канадская виза в паспорте. То есть, например, если вы новый иммигрант, который едет, естественно, с канадской визой внутри паспорта, то вам это все не нужно. То есть, как бы, канадская виза – это и есть въезд в страну разрешения. И вы уже там давно все оплатили, все фи уже включены были, когда вы платили за визу. Но это касается тех, например, кто едет как туристы. Очень многие туристы, например, из Израиля летят. Им не нужна виза, они просто купили билет и прилетели. Но теперь нужно будет сделать вот эту авторизацию. Как она делается? Это все делается онлайн. Это очень быстро занимает несколько минут. Вы заходите на сайт, и я вам оставлю ссылочку онлайн. Значит, заходите на этот сайт. Значит, вам понадобится ваш паспорт, кредитная карточка. И все. Заходите, заполняйте ваш номер паспорта, заполняйте ваш имейл, и, естественно, отвечайте буквально на несколько вопросов. Все. В течение нескольких минут делайте авторизацию, регистрируйтесь как бы. Это занимает ровно 3,5 минуты, понимаете. И у вас есть авторизация. Значит, стоит это 7 долларов. Это то, о чем мы говорим. И это валидно на 5 лет. Либо до тех пор, пока у вас не вышел паспорт из срока. Потому что, если ваш паспорт вышел из срока, то вам нужно будет заново это делать. Все. По большому счету, это все. Это делается с разными целями. То есть, и для того, чтобы, в большинстве случаев для того, чтобы паратрекить вот это вот, людей, которые въезжают в страну. Потому что, когда есть виза, это люди, которые, да, их можно по системе просмотреть. Но не всегда можно это сделать с людьми, которые покупают билет. Поэтому, видимо, это одна из причин. Вторая из причин – это дополнительные деньги в казну страны. Ну, как еще это можно рассмотреть? Но это всего 7 долларов. Это только на 5 лет. Поэтому, это мой ответ. Я думаю, все понятно достаточно. Спасибо, кстати, ребятам, кто задавал этот вопрос. Спасибо.